Этот остров может с легкостью заменить Пхукет. Кожа всасывается, короче. Лизонька сделала массаж, давайте посмотрим, что у нее на спине. Всем привет, ребяточки. Привет. Вы, как обычно, на канале своим ходом. С вами мокренький Лизончик, Виталик. И мы продолжаем наши выпуски из Китая. Остров Хайнань, потом у нас еще будет Шанхай. Но пока что вам показываем пляжи Хайнань. Самые красивые места, чем здесь заняться, погнали. Время 2 часа дня, мы в солнечном районе Ялонг Бэй. Это самая элитная часть острова Хайнань. Что-то красивенько сделано, ухоженно, фонтаны, вот такие парки, которые находятся прямо на берегу, прямо вот на пляже. На заднем фоне вы сейчас наблюдаете горы. В этих горах тоже есть парки, всякие неизведанные тропинки. Очень красиво все сделано для туристов. Мы туда еще обязательно доберемся. Но сейчас я хочу вам показать пляж бухты Ялонг Бэй. Зацените, какая красотища. Здесь людей не так много, как на бухте, которая называется Дэдун Хай, видите? Совсем немножко. Круто, да? Вот это рай. Это главный вход на этот пляж. Я уже в восторге. В первые дни, помните, мы вам говорили в выпуске, что мы типа лоханулись, будем жить очень далеко, ехать до центра. А сейчас я понимаю, что мы не лоханулись, вообще нам повезло. Так судьба сложилась, что мы живем, вот не совру, наверное, на одном из лучших пляжей острова Хайнань. Мы здесь ни разу еще не были, просто вот сходу говорю, это очень круто. Здесь гораздо меньше людей, больше свободы, больше пространства и ты купаешься, ну хотя бы не в толпе китайцев. Хотя и там, где мы были в бухте Дэдун Хай, можно спокойненько на центр пляжа уйти, там не так много народу, там прям море свободное. Шикарный пляж, ребята, вообще очень крутой, как на Сейшелах прям. Как видите, китайцы, они просто стоят в водичке, ноги свои мочат и все, вода идеально прозрачная, посмотрите. Вообще вода еще и очень теплая, друзья. В общем, здесь в этой бухте Илонг Бэй вода даже чище будет, чем в Дэдун Хай. Это очень круто, и вода теплая. Многие пишут, что здесь на Хайнань много китайцев, много туристов, купаться в море невозможно. Разрушаю миф. Никого вообще нету, время 2 часа дня. Купайся не хочу. Я понял, почему сейчас не было людей у меня за спиной, смотри, что написано. Типа здесь подводное течение, купаться запрещено. Зона купания вон там. Но там тоже, кстати, не так уж и много людей. Но здесь, получается, купаетесь на свой страх и риск, потому что если действительно будет течение, оно может быстро вас унести в сторону горизонта. А, я понял, для кого эти таблички. Это, видимо, таблички для китайцев, потому что они маленькие, они очень боятся воды, они все время купаются в жилетах. Это вот место специально для нас, ребята. Пойду проверю подводное течение. Вода божественная, такая теплая, вообще. Радусов 28, наверное. На самом деле, даже если подводное течение есть, фишка в том, что ты, если стоишь вот на песке, тебя никто и ничто никуда не унесет. Просто не нужно плавать далеко. Если вы будете плавать там, где уже дна не чувствуется, туда, конечно, не надо суваться. А так вот, смотрите, здесь купаетесь, никого нет абсолютно, вы одни в водичке. Вот вам остров Хайнань. Красота. Очень теплая вода, кстати. Лизончик, как обычно, у нас холодно, потому что она только что на солнышке нагрелась. Ой, какая теплая вода. Красивенькая, да, так здесь? Мелкая, а что они? Сыкушка. Я говорю, просто нет, просто не нужно далеко заходить, купайтесь спокойненько. Вот зашел, окунулся так, поплавал на острове Хайнань в Южно-Китайском море, словил кайф, позагорать пошел. Просто у нас все чемпионы по плаванию, поэтому у нас реально люди русские любят заплывать очень далеко. А здесь, смотрите, бананы, катера, парашюты, водные скутеры. Самые дорогие на всем острове. И, конечно, поэтому всех вот проще загнать в одну куда-то место, чтобы… Ну там, если видите, много голов, это все китайцы, там туристы, все там блутухаются. И действительно этот пляж получается рассчитан больше, знаете, такой на, типа, экстремальный отдых, что ли. Здесь всякие вот парусники стоят, да, скутеры гоняют, на парашютах, на бананах, прикольно. Но также можно поплавать, так что спокойно приходите, взбивайте болт на эту табличку, просто не нужно далеко заходить. Вот мы сидим, смотрите, у нас вот такая очень глубина, мы просто осели и просто кайфуем. Что, зачем нам плавать куда-то? Освежился, пошел, позагорал. Вот такое мы местечко выбрали, вообще красота, посмотрите, весь пляж в нашем распоряжении. Все вот там тусуются, короче, я и счастлив. Субтитры делал DimaTorzok 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 Смотрите, как у меня принцесса тут загорает. Лежет на солнышке такая. Я отдыхаю, а? Если честно, мы вообще ехали вот сюда на острове Хайнань, думали какую-то трэш будем снимать. Потому что смотрели всяких этих видео о орле и решке, что на пляжах вообще жесть какая-то происходит. А здесь нормальный себе курорт. Отдыхать не хочу, красотища. То есть я вообще полностью изменил свое мнение и думаю, что благодаря нашим видео многие, кто смотрели про Хайнань, кто сюда не поехал, они тоже изменят свое мнение и обязательно прилетят на этот остров, потому что здесь клево. Посмотрим потом, что нас еще будет ждать в Шанхае. Ребята, если вы в восьмой раз едете в Таиланд, в пятый вы в Вьетнам, реально рассмотрите Хайнань как место отдыха, потому что действительно климат шикарный, куча развлечений, вкусная еда, морепродукты, чистое море, классный песочек. Очень много мест, которые можно здесь посетить. Все можно посетить самостоятельно на машине. Нравится экскурсия? Берите экскурсии. Есть и острова. Мы это все еще покажем. И действительно классное место для отдыха. Вот две недели провести свой отпуск. Я бы поехала, заменила бы Таиланд, если вам надоел. Вьетнам особенно. Вот просто Вьетнам вообще рядом не стоял. Потому что здесь пляжи намного лучше. Вот сейчас с воздуха вы сами убедились, что это действительно какой-то лакшери район. Сверху смотрится все настолько круто. Прям вот как будто каждая дорога продумана. Каждый ландшафт продуман. Где поставили отель, все продумано, что все так гармонично смотрелось. Как мы уже вам с Лизончиком рассказывали, этот район очень дорогой, здесь очень дорого кушать. Но здесь есть одна кафешка, которая бюджетно. Нам ее подписчики посоветовали. Мы сейчас садимся на скутер и попробуем посмотреть, что там готовят. А дороги здесь вообще ездить одно удовольствие. Ровные, все гладкие. Никто не гоняет. Мы почти доехали, друзья. Только вот взгляните на этот шедевр. Такие слоны на входе. Огромный такой дом. И это не какое-то историческое здание, друзья. Это отель здесь такой, в этом районе. Вот такие улочки. И здесь, на Хайнане, на каждом абсолютно столбе висят вот такие вот китайские фонари. Китайские шары красные. Это очень эффектно смотрится. Особенно, когда ночью едешь, они все горят. И дорога такая прям вау, кого-то в рай уходит. Вообще нам в комментариях написали, Хайнане и Санья признаны самым грязным курортом в прошлом году. Я что-то вообще не понимаю. Здесь очень чисто, ребята. Здесь нет такого. Здесь даже на улице грязи нет. Чище, чем на Пхукете. Серьезно, на Пхукете гораздо грязнее вообще во всех районах. Там как бы чисто по меркам Таиланда, но здесь гораздо чище. И получается, в конце пляжа, в конце этой бухты, я то сейчас смотрю прямо на море лицом, в левой части, в конец в левую часть уезжаете, здесь будет какой-то местный рынок. А здесь прямо Таиланд стайл, друзья. Прям вот Таиланд Пхукет стайл. И рыбка, пожалуйста, вам и что угодно. Вот здесь готовятся всякие шпажки. И вот она, та самая дешевая кафешка. Прямо на стенах. Смотрите, ценники. Здесь, в общем, все блюда стоят 35 юаней. Я взял себе вот такое. Это получается рис с грибами и с бифом. У Лизи получился вот такой вот осьминог на палке. 25, да? 25 юаней, ну давай. Это как шашлык прямо из осьминога. Судя по твоему выражению лица, что-то я не хочу это пробовать. Немножко жестковатый. Остро. Я-то остренько люблю. Вкусненько. Вкусненько, но остро. Если бы не было остро, Лизе понравилось бы, да. У меня вот такая порция получилась, смотрите. Прямо как на той картинке. То есть очень много риса. Это все в соусе. Очень много грибов и говядины кусочки. Давайте попробуем. В принципе, питаться бюджетно на Хайнане легко. Обычное блюдо, обычный рис с овощами. Очень вкусно. Это именно вот те блюда, которые бюджетные. И ты если их съешь, ты будешь сытый полдня. Потому что рис долго переваривается туда-сюда. Многие в комментариях нам написали, что типа, а почему это вы Китай назвали не Азией? Я имею в виду, что Китай это не типичная Азия. Типа Таиланда там, Вьетнам и так далее. То есть Китай очень сильно отличается. В географическом смысле это, конечно же, Азия. Но в моем понимании это вообще не Азия. Это другой континент, другая страна. Вообще все другое. В дешевой кафешке в Елонг Бэй мы с вами уже поели. Мы вернулись обратно на эту самую дорогую улицу, где много баров и ресторанов. Такой двухэтажный здесь комплекс торговый. Сейчас что-нибудь здесь попробуем. Даже по-русски написано, свежее разливное пиво. Район, конечно, классный, но здесь все 2, а то в 3 раза дороже, чем в Дудунхай. Вообще эта улица, она двухэтажная. То есть внизу огромное количество ресторанов. Поднимаешься наверх и по верху можно погулять, что-нибудь выбрать себе. Зашли в мой ресторан, который называется Фэнг Фан. Здесь более-менее адекватные цены. Это все находится на главной ресторанной улице бухты Елонг Бэй. Я взял себе вот такой суп. Здесь томат и внутри очень много рыбы, 79 юаней. Взяли еще кальмар, 89 юаней. И вот такой суп с пельменями, 18 юаней. Посмотрите, какая красота. Все нарезано в соусе с лучочком. Годно, очень вкусно. А у меня, друзья, вы посмотрите, то есть у Лизы маленькое блюдо, а у меня огромное тарелище. То есть вот такая вот поварешка. Здесь внутри очень много рыбы. Обалдеть. Столько кусков рыбы, в принципе, своих денег стоит. И столько много там еще грибочков. Это мои любимые грибы, маленькие, тоненькие. Обалденно, да? Такой наваристый суп. Охренеть. Лиза сейчас взяла себе пельмешки. Такая вот тарелочка маленькая, там их штук 10. В принципе, учитывая цену, вполне себе адекватные стоят своих денег. Посмотрите на это. Эта порция на десятерых человек. И это не съем, Лизон. Ты что? Можно было только это взять. То есть так вот берешь огромные куски рыбы. Вы это видите вообще? Я не могу поверить своим глазам. Здесь огромная рыба. Это прям филе вырезка. Грибочки. Обалдеть. Вот это поворот, а. Ну погнали. Попробуем для начала эти грибочки. Это самые мои любимые грибы. Я их обожаю в суши тэй. Здесь тоже вкусные. Обалденно вкусные. Обалденно вкусно. Я вообще думал, что это все острое. А отодралось, что это вообще не острое. Прям такой супчик, который можно спокойно есть. Как похлебочку. То есть берешь вот так вот. Он томатный. Я шокирован, ребята. Я думаю, сейчас придет маленькую тарелочку. Мне на одного. Но это можно с собой домой упаковывать. Ставить в холодильник. Там это все разогревать, как дома. И 5 дней это есть. Самое главное, вот она рыбка. Огромные шматки этого филе. Это божественно. Я сюда еще зайду. Та-дам, друзья. Мы заменили наш скутер, который был полуразваливающийся ржавый. Взяли нормальный. В общем, у нас теперь вот такой красавчик. Теперь, как видите, подвеска нормальная. Ничего не будет цеплять асфальт. И вроде бы и ногам удобно. В общем, стоит 80 юаней, если вы берете на долгий срок. И 100 юаней, если вы берете на 1, на 2, на 3 дня. Вот мы взяли, соответственно, на все оставшиеся наши дни. Лизончик счастлива. Смотрите, у нас теперь новые шлема. Такие вот маленькие. Уютные. В голове очень удобно. Удобно? Получше, да. Да. И, друзья, мы на самом деле в шоке. Нам все люди, русские, пишут у нас в комментариях под первым видео, там под постами в Инстаграм. Типа, здесь на Хайнане невозможно взять байк, это нельзя. Типа, а если и можно, то дают только на 1 день. И вечером его нужно вернуть. Такую чушь люди пишут. Мы вот наслушались, у нас уши завяли. Ребята, все можно взять. Ссылочку, где мы берем этот мотобайк, оставим в описании. Пишите, бронируйте, все нормально здесь с байками, никаких проблем нет, приезжайте. Вообще про Хайнань столько слухов не достоверно. Здесь все совершенно просто. Я хочу добавить, что электроскутер вы сможете взять у китайцев, которые сдают их на улице. И они правда могут вам говорить, что они сдают и по дням, и по часам и так далее. Ну, а чтобы взять бензиновые скутеры, нужно просто сдать места. И мы за вас все уже решили, все нашли, ребята. Смотрите видео, получайте полезную информацию своим кодом. Скутер вот этот и прошлый, это небо и земля, конечно. Просто небо и земля. И как много, оказывается, от этого зависит. Попа в комфорте. Итак, друзья, снова бухта Дадунхай. И нам посоветовали кафе, которое называется «Русская кухня. Лена и Леша». Давайте посмотрим. Здесь вообще, смотрите, здесь очень много вот таких вот отзывов на стенах. И здесь, как вы поняли, вообще просто все русские сидят. Одни русские. Русское кафе. Здесь спокойно можно говорить, заказывать на русском, никаких проблем нет. Не нужно знать китайский, английский. Вот, Лена и Леша, ресторан. Мы типа по ценам вроде адекватно. То есть супчики вот стоят 16 юаней. Разные салаты 18 юаней. Целая рулька из свинины – 48. Цены, в принципе, нормальные. То есть самое дорогое блюдо будет стоить 50 юаней, получается. Самое дорогое. Мясные блюда, прям вот какое-то разное мясо – 30 юаней. Короче, такое ощущение, что мы сейчас сидим не в Китае, мы сейчас находимся в России в какой-то столовой. Просто вот все русские. И очередь еще целая образовалась. Вообще очень популярное место. И просто посмотрите на стены. На стенах везде все написано на русском языке. Отзывы русских людей. Он сейчас проверен, насколько они вкусно готовят. Лиза взяла себе вот такие вот креветки вареные. Они стоят 48 юаней. И огромный овощной салат. Причем много огурцов, помидоров – 18 юаней. А у меня вот такой вот суп с говядиной, помидорами, там с овощами в горшочке. Вермишель. Получается какая-то вот такая штука. Картошка, видимо. Овощи. Ну и вот говядина. Больше похоже на самом деле на какую-то тушенку какую-то. Делали очень быстро. Минут 5 прошло. Вот сейчас вот с тобой очень много людей. Они стоят в очереди, потому что не здесь есть вообще. На чистом русском я сказала, пожалуйста, без лука. Мой салат без лука. На бульончик прикольный, нормально. Если сравнивать цены с тайскими, смотрите, вот эта тарелка в батах 200 бат стоит. В Тае такая стоила бы, ну, 350, наверное, да? Кстати, огурцы, помидоры, как вот у нас летом такие сочные, да? На рынках покупаешь. Мне кажется, даже все это из России везется сюда, в Китай. Давайте заценим креветочку. Причем такой еще соус приносят соус с чесночком. Вообще красота. Ребята. В общем, здесь, в бухте до Дунхай, можно очень бюджетно питаться. Дешевле, чем в Тае. Вас, получается, Алеша зовут, да? Да, Алеша. А где Лена? Лена? Готовят? Лена просто так и не снимает. Она выдуманная. Короче, мы поели, ребятки, за все это. У нас получилось 82 юани. Мы очень вкусно поели. Вот вроде бы уже нужно ехать покупаться, не знаю, поснимать новое место. Но, как видите, Лизончик работает. Она сидела сейчас, кушала. Ей очень понравилось. И ей пришла в голову интересная мысль. И она прямо сейчас пишет пост в Инстаграм. Поэтому я тебя жду. Вот это наше реальное путешествие. Сидим на жаре. Лизон говорит, мне нужно 10 минут, я пишу пост в Инстаграм. Да, я бы с удовольствием посетила в кафе, там же, где мы сидели сейчас. Но, к сожалению, очень большая очередь, и нужно быстрее освободить место другим. А, посты, ребят, читайте. Лиза старается. Мы делаем фотки, пишем полезные посты. Сейчас посты выходят про Китай. Вот наш Инстаграм. Подписывайтесь обязательно. Там еще сторис в прямом эфире. Много всего интересного. Прямые трансляции. Так что давайте, ждем вас там тоже. А вообще я понял, что в интернете вообще информация про остров Ханань полная чушь. И этот остров может с легкостью заменить Пукет. То есть, если вы в Таланде 100 раз постоянно ездите, мне кажется, если вы приедете вот сюда, вам понравится. И вы тоже сюда будете много раз ездить. Мы поняли, что на острове огромное количество чего можно посмотреть. Мы за 20 дней все это снять не успеем. И мы сюда обязательно еще раз вернемся. Первые 3 дня мы уже здесь, получается. Нам очень нравится. Несмотря на то, что, возможно, народу на пляже много, но вода очень чистая. Я еще раз повторюсь, что здесь классное место для отдыха. Ребята, приезжайте, просто супер. И с детьми нас многие спрашивали, можно ли с детьми, а почему нет? Сняли себе отель, сняли себе кончик, пляжик, ходите, загораете, купаетесь. Да, и еду найдете тоже для детей, потому что очень много вот этого русского... Прямо вот все кафешки, они рассчитаны именно на русских. Потому что здесь в основном все туристы, они русские. Я еще не раз видел никого туриста, который не знает, там, не знает, с Америки, там, с Австралии. Нет. Нет, в Франции вообще никого нет. Только русские здесь. Только китайцы и русские. И помните, во втором выпуске из Китая к нам подходил чувачок, которого звали Митя. А тебя как зовут? Митя, Лилия Массаж. Он нам предлагал массаж, и мы такие сказали, что потом придем. И вот сейчас как раз таки мы идем в торговый центр, который называется Зима. Здесь есть торговый центр Лето, и здесь же стоит торговый центр Зима. И там дальше находится торговый центр Ананас, который мы вам уже показывали. Вон она, я уже вижу. Лилия Массаж. Ну, конечно, до звания торгового центра ему еще далеко так себе. Как будто рынок какой-то под навесом. Даже эскалаторы не работают, смотрите. Они заброшенные. Мы провалимся здесь. Вот такой нужно проделать путь, чтобы сделать массаж у Лилии. Я еще раз повторяюсь, ребята, здесь все эти русские названия придуманы специально для русских китайцами. Здесь нет русских, которые держат все эти заведения. Массажи там, где можно поесть. Все это принадлежит китайцам. Они прошаренные просто по-русски называют. Здесь какой-то бомжатник, реально. Вот этот центр, я в шоке. Реально какая-то бомжатня. Бомжей положить вот здесь вот около стен, будет притон бомжей. Нерабочие эскалаторы, конечно, это вообще придает необычную атмосферу. Вот смотрите, здесь все магазины вообще закрыты, там даже ничего не продается. Меха обанкротили, что ли, ребята. Ничего нету. Из всего этого работает только массажный салон. Лилия. Как видите, уже здесь русская речь звучит. Видимо, популярная среди русских. Есть, вот такие лечебные массажи. Это входит в меридианы и точечные. А так, изнутри салончик, ничего здесь. Цивильненько. Все здесь будем? Да. Короче, мы только что договорились, получается 80 юаней человека. Просто лечебный точечный массаж. Нам такую комнату выделили. Здесь больше никого нету, кондиционер стоит. Ну что, мы раздеваемся. Здесь ребята сразу круто приличнее. Да не то, что вчера, где мы там были, вот этого доктора военного, там какой-то проходной двор. Проверим, как здесь. Ребята, вообще массаж очень крутой. Мне прям все кости промяли. Самый, наверное, мощный массаж за последнее время. Даже лучше, чем там мы делали, у врача того очень круто. Вообще бомба. Лизончику тоже массаж делают. Говорят, что ей нужно банки. А я снимаюсь сам. Ей говорят, что банки нужно поставить. А что у нее там плохо? Что? А это не надо говорить. Нельзя такое, да? Вот Лиззи банки уже ставят. Я чувствую, я зря. И сколько с ними лежать-то? Пять минут. Пять минут? Пять минут. Охренеть. Что, сильно тянет, да? О, жесть. Смотрите, кожа всасывается, короче. О, господи-ка. Зачем я на это согласилась? Весело. Как ощущения? Видели бы вот сейчас мое лицо? Смотрите, так сильно кожу втянулась вообще жесть. Адски. Не надо туда на пояснице только, наверное. Все, спокойной ночи. У тебя точно нужно поясниться. Поясниться? Да. Да. Потому что у тебя, он сказал, ну, нажимайте. Чувствие, если сильнее, это будет мешать мужской. Еще за семьей не старить. Нет. Я что-то не хочу. Я на нее посмотрел, не хочу. Почему? Да. Она говорит, что лучше массаж ей не делать. Потому что шевелится и больно. Да. Да. А так лучше. Хорошо. Быстрее. 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 Лиза. Быстрее. Быстрее. Дышать. Это полминуты чуть-чуть тянет. Потом лучше. Потом лучше. Больно, да? Тянет. Да. Я сама раньше делала тоже так же. Эту траву надо через банки рассасывать внутрь. Эту траву у нас доктора сама так делала. Это очень хорошее. Что за трава? Для краб растений улучшает это из-за травы растений. Потому что у тебя поясница тоже надо для нас. Ведь сами разрешите. Но просто со смородой. Ведь знаешь, если раньше летение совсем очень хорошая фигма здесь. В общем, Лиза лежит с банками. Говорит, что это кожу все тянет. Посмотрим завтра на результат. Мне сказали, что у меня поясница больная. И вот я еще наверху, где шейные позвонки. Типа то, что нужно банки поставить. Но я чуть пока не хочу. Мне так вот после массажа очень хорошо становится. Массаж очень клево делает. Все, баночки снимаются. Чик. Чертный, черный? Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, блин. Нормально сюда. Все, я закончил. А так Лизе банки ставили, я еще заканчиваю массаж. Уже вот пошли до конца все сделали. Сейчас массаж головы происходит. Как тебе нравится? Угу. Потрясающе? Угу. Итак, дамы и господа, Лизонька сделала массаж. Давайте посмотрим, что у нее на спине. Ух ты. Больно? Нет, не больно. Такие красные пятна, синячки у тебя. Просто реально, я вот думаю, как в этом салоне будут разводить? Развели на банки. Просто такой развод, ребята, везде во всех салонах. Думаешь, банки это развод? А что это? Ну, они вообще не помогают, да? Тебе, короче, делают массаж, говорят, так, у тебя больной вот здесь и здесь, тебе надо поставить банки. Я говорю, а завтра приду. Нет, надо сейчас. Тебя доктор разогрел, тебе специально он все сделал. Надо сейчас. Сейчас надо поставить. Сколько банки сейчас стоить будешь? Одна баночка 30 юаней. Ну. Очень дорого. То есть 300 рублей. У тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 3, 20, 210 юаней. 2100 рублей. Массаж очень крутой. Массаж очень крутой, ребята. Мне очень понравилось. Мы не знаем, действительно эти банки как-то работают, как-то помогают, но проверим. Мы здесь подписчиков встретили. Массаж сделать. А вы сюда ходите часто? Или первый раз? Первый раз. Не ставьте банки. За спину банки. Как я буду сверла пляжи вообще? Ладно, хорошего отдыха. Счастливо. Если вам интересно, то мне делал массажист. Его зовут Солнце. Такой пухонький мужичок, такой, знаете, китайский врач. Очень круто все промял. Алис сделал мужичок, которого зовут Леня. Леня. Короче, всталил, у меня все позвонки, это очень важно. Зашли тут в банк ICBC банкоматы. Здесь можно тоже с нашей русской картой снять деньги. Как помните, ребята, когда мы первый выпуск снимали, мы никак не могли снять деньги. Мы уже во всем разобрались. В общем, здесь есть 3 банка, в которых работают любые наши российские карты. Это банк ICBC, дальше Bank of China. И China Construction Bank. Все, всего 3 банка, так что никаких проблем не будет. Просто ищите эти банкоматы и снимаете в них лаванду. Уже стемнелые, как видите, в этом городе, в Дадунхай бухте. Начинается ночная движуха, абсолютно все сверкает, все горит. Очень много людей, кто куда спешит. А еще, когда вы ходите из массажа, сразу же вы деньги оплатили, вам говорят, завтра на какое время тебе записать? Сразу, чтобы вам программу сделать, день на 8. Вот лично наше мнение, мы его никому не навязываем, мы считаем, что массаж это как спорт. То есть не нужно каждый день там заниматься, делать массаж, нужно делать перерывы. Мы считаем, что на массаж нужно ходить через день хотя бы, да? Да, если курс делать через день, это лично мое мнение. Потому что я вот так хожу на Бали, в Дайланде, и если уберусь там, то на массаж. Допустим, можно день в спортзал, день массаж, офигенно. Но каждый день, когда ходишь на массаж, теряется вкус массажа. А вы напишите в комментариях свое мнение по поводу вообще вот, как часто можно делать массаж. Мы хотели сейчас поесть, кафешка называется Улины, и как видите, кафешка Улины тоже очень популярна, потому что здесь на улице стоит очередь, в смысле много людей, и там вообще все занято. Друзья, вы видели, что происходит на набережной Дэдунхая, бухта Дэдунхай? Вот этот главный парк, где стоят драконы и музыкальные фонтаны. Просто все, огромное количество китайцев, огромное количество туристов играет музыка, и все танцуют, зажигают вечерком. Мы вновь пришли в торговый центр «Ананас». Наш любимый фудкорт, я уже подробный обзор делал, здесь много всего вкусного, смотрите все это дело в прошлых выпусках. А сегодня просто покажу, что мы новое покушаем. Обратите внимание, здесь огромное количество вот таких вот лавок, где можно заказать еду, но только напротив этой лавки очень много русских туристов. Знаете почему? Потому что там продаются пельмени, причем пельмени с любой начинкой и даже жареные пельмени. Мы взяли порт в жареных пельменей. Вот наши пельмешки готовы. Друзья, вы часто спрашиваете, как много путешествовать и не худеть. Очень просто. Просто есть, что едим мы. Вот сейчас у нас жареные пельмени, они стоят 38 юаней. Смотрите, получается, их сначала сварили, потом закинули на сковородку, и получился такой пирог из пельменей, то есть их можно перевернуть, да? Ну или вот так вот доставать. То есть просто втыкаете вилку в пельмешку и вытаскиваете ее. Вот видите, жареная пельмешка. Лиза вообще обожает жареные пельмени. Мы когда с ней только познакомились, я привел их все домой и накормил ее жареными пельменями. С тех пор она от них в восторге. Ну как? Покажу, как я готовлю. Ммм, такие горячие, очень вкусные, но у тебя дома вкуснее твои пельмешки. Зацени, здесь вот пельмешка, там огромное количество мяса. Прям вот видно, что люди стараются. Офигенно. Настолько сочные пельмешки. Там внутри огромное количество приправ. И ты когда эту пельмешку кусаешь, тебя уносят в космос. Дастрономический. Вот еще одна пельмешка, смотрите. Вы видите, там очень много мяса. А когда с соевым соусом это все дело ешь. Обалденно. Вообще такое блюдо мощное. Причем, смотрите, мы взяли одну порцию за 38 юаней. Это действительно на двоих. То есть спокойно можно вдвоем наесться. Итак, друзья, лайфхак прямо сейчас запоминайте. Мы находимся в торговом центре «Ананас», который магазин вам уже показывали. Здесь, насколько мы поняли, после 21-30, может быть не точно, какая-то акция происходит. И то есть йогурты, которые вот-вот уже закончатся, у них с трех годности, они объединяются в 3 штуки и 3 продаются по цене одного. Вот пачка трех йогуртов стоит 8,50. А мы, когда приходили в прошлый раз, один йогурт только стоил. Мы теперь с сезончиком в магазине закупаемся только на завтрак. Покупаемся, в общем, бананы, йогурты, ну и воду здесь берем. А так плотненько питаемся в кафешках. Очень удобно. Отличные, конечно, придумали. Они в торговом центре такой вот поезд катается. Кому лень ходить. Все, друзья, нам уже пора ехать домой. Пишите комментарии, как вам вообще выпуск понравилось, не понравилось. Что бы еще хотели, чтобы мы вам показали. Банки понравились мои, напишите. Если понравились лайк, от вас лайк мне. Банки, конечно, у Лизы на спине это жесть. Как теперь ходить? Как? У нас впереди очень много всего интересного, потому что впереди не только Хайнань, а еще Шанхай, сам Китай и потом еще кое-что интересное. Все, всех обнимаем, целуем, любим. И, друзья, каждый комментарий и каждый лайк очень мы ценим, потому что это помогает развитию канала. Все, до встречи, пока-пока.